Я думаю многим известно это чувство волнения, когда ты посещаешь те места, в которых ни разу не был. Перед тем, как поехать в автопутешествие по Донбассу, я тщательно выбирал города, которые вам еще не показывал. Сегодня это будет Харциск и Шахтерск. В этом видео вы узнаете немного истории о этих местах, покажу чем славится этот регион. В общем, 20 минут вашего времени будет потрачено с пользой. Харциск небольшой по меркам Донбасса населенный пункт с мощным производственным потенциалом, с тихими провинциальными улочками частного сектора и оживленными магистралями торговых центров. История Харциска берет свое начало с 1869 года. Благодаря самоотверженности многих поколений город получил возможность развиваться, постепенно превращаясь из маленького пристанционного поселка в один из индустриальных центров Донбасса. Перед въездом в Харциске с небольшой водоем, где местные жители отдыхают в жаркую погоду. Раздевалка, столики, песок. Что еще нужно? Не на каждом пляже такое увидишь. Несмотря на запреты на информационном щитке, все-таки летом здесь купаются. Была бы водичка немного потеплее, мы бы обязательно попробовали, что же там за дно. В годы первых пятилеток бурное развитие получили населенные пункты и поселки, входящие в Большой Харциск. Ударная добыча угля на окрестных шахтах переобразила поселки Зуевку и Троицка-Харциск. Некогда пустынный полустанок Киловайск превратился в крупнейший железнодрожный узел с развитой инфраструктурой. Но это река Крынка. На берегу этой реки был построен город энергетиков Зугресс. Позади меня Зуевская теплоэлектростанция. Она дает энергию по всей округе. Через 10 лет, в августе 1939-го, первый промышленный ток дала самая мощная турбина Зуевской электростанции. Знаковым событием для Харциска стало стартовавшее в предвоенные годы строительство сталипроволочно-канатного завода. Ввод в эксплуатацию этого гиганта ликвидировал недостаток канатов на шахтах и принес Харциску известность. Продукция Харциских канатчиков стала технологической основой для реализации таких уникальных проектов, как монумент Родина-Мать в Волгограде, Останкинская башня в Москве, подвесные мосты в Риге и в Киеве. В 1949 году впервые на принципиально новом для того времени оборудовании освоено производство труб диаметров 700 мм с применением высокоскоростной автоматической сварки. В 1974 году на ХТЗ введен в эксплуатацию трубоэлектросварочный цех, выпускающий двухшовные трубы диаметром 1220-1420 мм для строительства магистральных газонефтепроводов. Эти трубы использовались при строительстве газопроводов «Дружба», «Голубой огонек», «Ямал», «Западная Европа» и других. Масштабное строительство в Харциске, приток огромного количества специалистов со всех уголков страны на новые производства в городе, приток инвестиций заметно преобразили Харциск. На пустынной окраине города выросли два крупных микрорайона. Микрорайон Металлургов и Юбилейный, называемый в народе «Черемушки». Тысячи харцизян получили в новых многоэтажках долгожданные квартиры. Неподалеку расположен парк имени Чехова. Давайте отправимся туда. Субтитры создавал DimaTorzok Позади меня центральная городская аллея в этом парке. Строительство городского парка было заложено в проект восстановления и развития города Харциска, утвержденный 23 января 1948 года, а его официальное открытие состоялось 12 июля 1953 года. Территория парка составляла 38 гектаров, было высажено 30 тысяч деревьев, 118 тысяч кустов и создан пруд площадью 2,6 гектара. В 1985 году парк был признан один из лучших в Донецкой области. Летом 2010 года начались работы по плану тотальной реконструкции парка. Первым делом расчистили стовок, углубили его, возвели подпорную стену. В 2012 году первая очередь была завершена, а в середине следующего года начали вторую очередь. Прокопали русло ручья, сняли старый асфальт, частично уложили тротуарную плитку. Если посмотреть на город, то вряд ли вы найдете какие-то отличия от ему подобных. Все города на Донбассе схожи, да и в те времена, когда активно строились дома 80-х, делали все по одному шаблону. В самом центре города расположен автовокзал, отсюда отправляются автобусы в междугородние рейсы. Рядом с вокзалом рынок, как вещевой, так и продуктовый. Продают здесь всякую всячину, начиная от спортивных сумок, заканчивая сувенирами для подарков. Теперь отправляемся на местный рынок, посмотрим какие цены на продукты и что здесь продают. Субтитры создавал DimaTorzok Жилищное строительство было основано на промышленном домостроении, сооружении микрорайонов из 5- и 9-этажных серийных домов. Жилье строилось на средства местных предприятий, советов. Были дома, возводившиеся на деньги рядовых граждан, которые получили право вступать в жилищные кооперативы. Вносили сумму, составляющую до 30% стоимости жилья. Затем, вселившись в квартиру, платили оставшуюся часть приставки полпроцента. Это снижало себестоимость строительства и позволяло увеличить ввод жилья. Ну как тебе живется в Харциске? Тебя кормят? Кися? Кормят? Ты толстенький. Харциск возник как небольшой поселок около железнодорожной станции Харциска, которая была заложена при строительстве Курска-Харьковска-Азовской железной дороги. Во второй половине прошлого века возникающие повсеместно рудники, заводы и шахты Донбасса потребовали надежных транспортной связи с центром страны и морскими портами. Поэтому железная дорога внесла огромный вклад в развитие экономики этого региона. Ну что ж, с Харциском более-менее понятно. Теперь нужно отправляться и показывать другой город. Шахтерск расположен на расстоянии 60 километров от Донецка, на южных склонах Донецкого кряжа с ярко выраженными холмистыми равнинами. Город находится на высоте 200 метров над уровнем моря. Топливные ресурсы представлены большими запасами каменного угля. Исторический город развивался как угольный и сельскохозяйственный регион. Основу хозяйственного комплекса Шахтерска составляет пищевая промышленность, которая представлена производством мяса, мясных продуктов и полуфабрикатов, а также комбикормов. На ее долю приходится 65% в объеме реализации промышленной продукции. Также в городе присутствует самая глубокая угольная шахта в мире. Проектная глубина Шахтерской глубокой более полутора километров. Сейчас уголь там добывают на несколько сотен меньше. Но тем не менее, как проект она остается самой глубокой в мире. И это имеет смысл, потому что там ценнейший антрацит. Антрацит считается лучшим сортом каменного угля. Он отличается сильным черным цветом, сильным блеском. Но самое главное, наибольшей теплотворной способностью, высоким КПД. То есть для производства одинакового количества энергии, антрацита нужно в разы меньше, чем угля любой иной марки. Поэтому он ценен для теплой электростанции. Как и в других городах поблизости, центр отличается от окраин прежде всего многоэтажками и наличием большего числа магазинов, парков и других благ цивилизаций. Поэтому центр всегда выглядит более привлекательным, чем окраина. Мы отправляемся в сторону спортивного комплекса «Олимп». На улице минус 8. Не самая лучшая погода для игры в футбол, не так ли? Сейчас пойдем в парк юбилейный. Во всех других парках я видел то, что урны стоят возле лавочек и такие маленькие, небольшие. Вон как примерно вот это. Но за такую большую отдельно лайк. Интересные скульптуры. Я такие вообще первого в жизни вижу. На парк посмотрели. Теперь давайте я покажу необычный маленький храм иконы Божьей Матери. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня я показал вам некоторые интересные места на Донбассе. И если вам нравятся такие выпуски, вы обязательно пишите внизу свою оценку под этим видео. С вами на канале был Виконста. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok